Здравствуйте, друзья! Мы с вами видим документ на сайте государственном, вот он называется, да? federalregister.gov Этот сайт говорит, что есть документ, он еще не опубликован, видите, написано? Вы можете посмотреть на неопубликованную версию, это то, что мы сейчас сделаем. Он будет опубликован завтра, вот сегодня у меня здесь, вот в Калифорнии, это 2, почти 3 часа дня, в Вашингтоне, на том побережье, значит, уже 6 часов. Завтра будет опубликован документ, и вы сможете почитать его уже в таком симпатичном опубликованном виде. А мы сейчас давайте глянем вот туда, открывается такой PDF, может быть, я попробую побольше его сделать, вот так. Ох, такой здоровенный PDF, вам должно быть хорошо видно. И говорится в этом документе про лотерею DV2020, да? И, ну, там сначала некоторые общие слова, там и так далее. 50 тысяч виз будут разыграны, значит, все это бесплатно, ничего не стоит. И там есть какие-то критерии, которым нужно соответствовать, и так далее. Они говорят, что все это случайным образом будет компьютерно разыграно. Страны, вот вы видите сейчас список стран, говорят, которые не допускаются. Это не допускаются, потому что свыше 50 тысяч людей, которые там, значит, как бы из этих стран, они за последние 5 лет уже попали в США, эмигрировали официально в Соединенные Штаты. И вот эти страны, Бангладеш, Бразилия, Канада, Китай, значит, имеется в виду, как бы континентальная часть, Колумбия, Доминикана, Сальвадор, Гаити, Индия, Ямайка. Я не вижу здесь ни одной страны, которая была бы среди тех, что были когда-то в Советском Союзе. Так, ну и так далее. И вот дальше идет, значит, там некоторое описание правила. Мы не будем сейчас с вами разбирать. Во-первых, вы можете почитать, если хотите. Во-вторых, это будет на русском языке тоже. В-третьих, давайте мы дождемся официального извещения. Вот тут написано, когда. Значит, вы должны, да, значит, ну те, кто подает, должны подать свои вот эти заявки, значит, на лотерею DV 2020 электронным способом. Вот на этом сайте, вот он, этот сайт, между полуднем Eastern Daylight Time, так, это вот на том берегу. Значит, вы видите, да, от Гринвича минус 4, среда, октябрь 3, и полуднем того же самого, а нет, не того же, Eastern Standard Time, это GMT минус 5, вторник, ноябрь 6, значит, между октябрем 3 и ноябрем 6, вот все это должно произойти. Они говорят, не ждите последние недели регистрации, не ждите, ага, последние недели, а то, говорит, пик большой будет. Ну, мы знаем про пик, который в самом начале, про пик, который в конце, я, честно говоря, первый раз слышу, но тем не менее. Значит, те, кто опоздал, те пропали, и, ну, дальше идут общие разговоры, что только один человек, один человек может подать только одну заявку, и так далее, и так далее. В общем, читайте на здоровье, мы завтра, когда все это опубликуется, вот, мы посмотрим более подробно, а пока, вот, значит, отвечен вопрос, когда, и так далее. Вот, все, все есть, значит, изучайте, кто по-английски читает, изучайте. И двигайтесь также на форум «Говорим про ИС», там, где обсуждаются детали, грамотные ребята на русском языке все обсуждают, рассказывают, так что, такая вот история, а я с вами расстаюсь, прощаюсь, до скорых встреч, и подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь, обязательно регистрируйтесь на форуме «Говорим про ИС», вряд ли где-то есть третий источник, который бы дал вам столько информации об участии в гринкарт-лотерее, как в форум, и я надеюсь, что наш канал тоже. Счастливо!